Алматинцев атакуют древесные клопы. Уже второй год подряд жители отмечают нашествие навязчивых насекомых. Они активизировались с наступлением жарких дней. Некоторые жители даже не рискуют открывать окна. По словам специалистов, угрозы для здоровья населения нет. Однако соседствовать с клопами неприятно. Ануар Мангельдинов продолжит. Вот, вот, вонючие, вот эти вонючие. Всего лишь за 30 секунд алматинец по имени Талгат начитал на фасаде своего дома десятки древесных клопов. В мегаполисе с приходом теплых дней этих насекомых становится все больше. Древесные клопы обычно обитают на деревьях и кустарниках. Поэтому жильцы домов, расположенных близ зеленых насаждений, страдают больше всех от этих насекомых. Бороться с ними весьма сложно, говорят люди. Люди сетуют. Древесные клопы проникают в квартиры. И это несмотря на наличие москитных сеток. Похожая ситуация была и в прошлом году. В этот раз насекомые активизировались с наступлением жарких дней. Они нас одолели буквально вот несколько лет назад. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какая-то экология. Что побудило прям массовому такому. Лезут наши жилища. Обращались, писали, что у нас нас одолели древесные клопы. Что-нибудь сделайте. Сделайте опыление хотя бы. Ну, что-то никаких вообще. Никакой реакции вообще. Реакции и возмущения людей понятны, говорят энтомологи. Ведь огромное скопление древесных клопов наблюдается во всех районах мегаполиса. Массовое распространение этих насекомых началось 6 лет назад, отмечают специалисты. Был завезен из-за границы, то есть зелеными насаждениями. Большинство жителей его путают с обычным клопом именно солдатиком и говорят, что он был раньше. Но это не так. То есть он был именно завезен в 2018 году. Может быть, завезен откуда? С Турции, может быть, с Узбекистана, может быть, с Киргизстана. То есть с приграничных территорий через зеленые насаждения также. Зеленые насаждения обрабатывают по плану, заверили в Акимате. Работы проводят ночью. Делается это для эффективности обработки. В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности П-4, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан. Проводится четырехкратная обработка дубов, двухкратная обработка тополей. Опрыскивание деревьев и кустарников проводится в четыре этапа. Старт работам был дан 15 апреля и завершиться должен 20 сентября. За этот период в Алматы планируют обработать более двух миллионов зеленых насаждений. Продолжение следует... Продолжение следует...